Добрый день, дорогие зрители канала Растения Окр. Итак, у нас опять весна, и сегодня мы с вами поговорим о туе Даника. Говоря по правде, я очень люблю эти шарики. Красивая форма, действительно шаровидная туя. Растет она где-то до 40, максимум 50 сантиметров, но это бывает очень редко, и потом просто количество хвои увеличивается. Вырастает вот такой вот мяч. Очень красиво смотрится в любых высадках. И на газоне, просто как разбросанные мячики среди такой же формы плафонов, белых светящихся, и в альпийских горках, и в ракарях, в любых высадках. Туя Даника очень хорошо смотрится. Самое основное в этой туе, то, что она совершенно не капризна. Если вы посадили ее в полутени или даже в тени, потяжка будет, но не сильная. Если вы посадили на солнце, она разрастается очень красиво. Посадить ее, собственно говоря, можно где угодно, везде, в любом освещении, на любой территории. Она будет смотреться прекрасно. Единственный момент, о котором надо знать в туе Даники, это когда я первый раз увидела эти туи после зимовки, это было много лет назад, я вышла на питомник и увидела кучу ржаво-коричневых шариков. Я подумала, что туи погибли. Нет, они так зимуют. Она коричневеет, если морозы достаточно высокие, если низкая температура. Туя полностью коричневеет, становится рыжей. Создается впечатление, что она погибла. Но как только земля начинает оттаивать, она тут же зеленеет и начинает давать молодой прирост. Молодой прирост у нее салатного цвета и смотрится очень красиво, опять-таки. Темно-зеленая туя со светлым приростом. Это просто божественное зрелище. Любите эту тую точно так же, как люблю ее я. И вы увидите, насколько она благодарна вам. Всего доброго. Смотрите наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова